Значит, коллеги, я приветствую всех участников Конгресса 2016 и с особым удовольствием приветствую тех, кто организовал для нас эту встречу. Большое им спасибо за тот труд, который они вложили в организацию нашей работы. А я хотел выступить с докладом, который называется «Об исходных принципах специальной теории относительности». Цель доклада – показать, что эти принципы противоречивы и что отказ от концепции неувлекаемого эфира ничем не подкреплен, по сути дела. Значит, я уже присутствую не на Первом Конгрессе. Наверное, более двух десятков работ опубликованы в трудах Конгресса. Я никогда не позволял себе критику специальной теории относительности или других работ уважаемых авторов, которые были выполнены в прежние времена. Потому что критиковать всегда хорошо и легко, а надо что-то сделать. Тогда получаются основания для критики. Вот сейчас, когда, как сказал уже Ярослав Григорьевич, прошло сто лет, в прошлом году отмечалось сто летие специальной теории относительности, сейчас я считаю, что уже можно выступить с критическими положениями. Вот это я сейчас и попытаюсь сделать. Поскольку речь идет об исходных принципах специальной теории относительности, то, наверное, эти принципы, хотя они и общеизвестны, не грех кратко напомнить. Специальная теория относительности имеет... Специальная теория относительности имеет дело с инерциальными системами отсчета. И вот для инерциальных систем отсчета сформулированы два положения Эйнштейном. Первое. Все физические явления в инерциальных системах отсчета при одинаковых начальных условиях протекают одинаково. Другими словами, среди этих систем отсчета нет привилегированной. То есть это, как считается, ну что ли, исключает возврат к представлениям об эфире. Этот постулат есть распространение принципа относительности Галилеи на все явления природы. И второе положение. Скорость света в пустоте во всех таких инерциальных системах отсчета одинакова. Причем одинакова по всем направлениям и не зависит ни от скорости источника, ни от скорости наблюдателя. Ну, другими словами, скорость света в пустоте всегда одна и та же. Наряду с этими двумя положениями есть и третье положение, которое, ну, относят к исходным положениям специальной теории относительности. Хотя существует мнение, что оно выводится из тех двух, которые я только что напомнил. На самом же деле речь идет об относительности одновременности. Она входит в исходные положения и пояснена Эйнштейном в его книге «Физика и реальность», которая должна вообще оставить своей целью разъяснение релятивистских теорий для тех, кто пытается ее изучать. Эйнштейн рассматривает в этой книге, там, параграф 9 в этой книге посвящен этой проблеме относительности одновременности. Так вот, Эйнштейн рассматривает две инерциальные системы отсчета. Одну связанную с полотном железной дороги, а другую с движущимся поездом. И показывает, что события одновременные в системе полотна дороги, не одновременные в системе поезда. Чем оправдан вывод об относительности одновременности? Упрощая рассуждения Эйнштейна, получим, что с точки зрения наблюдателя в поезде скорость света в направлении движения поезда равна сумме скоростей света и поезда, а во встречном направлении их разности. А ведь это рассуждение, это типичное рассуждение с использованием теории неувлекаемого эфира. В этом проявилась, на мой взгляд, непоследовательность логики Эйнштейна в его отношении к эфиру. Какие же могут быть сделаны пояснения к этим трём исходным положениям? Из формулировки положения 1 следует, что различающиеся скорости различных систем отсчёта не входят в начальные условия, которые могли бы быть причиной различающихся способов протекания одних и тех же физических явлений в разных ИСО. Это прямо из формулировки этого принципа следует. Поэтому различные протекания процессов в двух системах отсчёта, использованные при обсуждении относительности и одновременности, нарушают это первое исходное положение, а заодно нарушается и второе исходное положение, поскольку скорость света для наблюдателя в поезде зависит от направления распространения света. Из формулировки исходного положения 2 следует, что свойства пустоты, во всяком случае те, которые отвечают за распространение света, неизменны и никак не зависят от ИСО, этой инерциальной системы отсчёта. Это предположение перерастает в уверенность, с учётом того, что неизвестны способы придания движения пустоте как целому. Поэтому тезис, который в книге Угарова, значит, имеет место, он звучит так, следующим образом. Так как эфир, ну, читай, пустота, не может быть одновременно связан со всеми инерциальными системами, то он просто не существует. Это на странице 44 в его книге написано. Так вот, этот тезис представляется ошибочным. Пустота ведь это не отсутствие всего. Пустое пространство заполнено сложной средой, имеющей свои параметры. Например, эпсилен нулевое, мю нулевое, определяющие электрические и магнитные свойства пустоты, и в то же время определяющие величину скорости света. Макс Планк установил дискретность этой среды. С учётом предыдущего положения о независимости пустоты от СО, с нею, пустотой, разумно связать выделенную систему отсчёта, которая единственна, и считать её абсолютно неподвижной, что согласуется со свойствами дискретной среды, со свойством изотахии, которое должно присутствовать в дискретной среде. Вот такое выделение одной системы отсчёта позволяет конкретизировать не только относительные измерения, но и абсолютные. Это вступает в противоречие с исходным положением 1, отрицающим выделенную систему отсчёта. Такие инерциальные системы отсчёта неравноценны. Они, например, различаются по степени нарушения одновременности одних и тех же событий. Это также противоречит исходному положению 1. Какие же выводы из всего этого можно сделать? Для снятия логических противоречий крайне желателен отказ от обязательного выполнения исходных положений 1 и 2. Взамен отвергнутых постулатов должно быть что-то предложено, потому что просто критика – это малоинтересно. Нужна критика конструктивная, которая предлагает наряду с критическими положениями какие-то другие результативные предложения, позволяющие продвигаться дальше в исследуемых вопросах. Так вот, взамен отвергнутых постулатов предлагается модель мироздания, описанная в трудах Конгресса прошлых лет, а также в книгах «Теоретические основы электродинамики», которые были изданы в 2007 и в 2010 году в разных вариациях, потому что три года пошли на доработку первоначального издания. Вот. Там эта модель подробно изложена. Я сейчас не имею возможности о ней говорить подробно. Я готов это в порядке обсуждения вопросов, значит, необходимые сведения предоставить. Результаты исследований, приведенных с помощью предложенной модели мироздания, показали, в частности, что при силовом взаимодействии объектов возникают неизвестные ранее составляющие сил пропорциональной абсолютной скорости объектов. И по этой причине эти составляющие сил не удовлетворяют принципу относительности. Они не могли быть ранее получены, эти составляющие, ни в одной теории, которая опиралась как на исходное положение, на принцип относительности, потому что эти силы принципу относительности не подчиняются. Второй результат. Это только частные результаты, я говорю, потому что было просто проделано большое исследование, которое позволило переработать кинематику движения, раздел механики такой, динамику движения, и удалось разработать теоретические основы электродинамики. Так вот, я только какие-то частности указываю. Кажущаяся скорость света в пустоте, складываясь с абсолютно переносной скоростью таких систем отсчета, приводит к изменению результирующей абсолютной скорости не более, чем на 44,3 метра в секунду. Так что вот второе положение, сформулированное Эйнштейном, оно с большой точностью выполняется. Ну вот. Первый результат, который я назвал частный результат, который показывает, что новые силы имеют место, которые не подчиняются принципу относительности, он подтвержден, на мой взгляд, экспериментально, потому что те сообщения, которые сделала группа Андерсона из НАСА об отклонении траекторий от расчетных для космических объектов, выведенные на орбиту за Солнечную систему, эти отклонения не могут быть объяснены традиционными методами. А вот с помощью предложенной модели мироздания получается и качественное, и количественное совпадение этих отклонений с воздействием тех новых сил, которые были найдены. Ну вот. Теперь я стремительно продвигаюсь к концу своего сообщения и хочу остановиться еще на двух положениях, которые рассматриваются как существенные, требующие отказа от принятия гипотезы неподвижного эфира. С одним из этих возражений, ну, можно познакомиться, если обратиться к тем свойствам, которые требуются от эфира. С одной стороны, все тела должны свободно двигаться в эфире, а с другой стороны, учитывая поперечный характер, например, электромагнитных волн, распространяющихся в нем, требуются, как считается от эфира, свойства твердого тела, потому что поперечные волны могут быть только в твердых телах. Мне кажется, что снимается это возражение тем, что поперечность электромагнитных волн связана не с наличием свойств твердого тела у эфира, а с изменением размерности пространства в связи с движением Вселенной в невозмущенном эфире со скоростью из атакии. Это приводит к изменению размерности пространства с трех до двух. Учитывая, что еще есть и время, то четырехмерное пространство время превращается в трехмерное. Поскольку скорость и две составляющие электромагнитного поля это как раз и требует размерности пространства три, то отсюда и возникает вот эта поперечность электромагнитных волн. Другой, пожалуй, основной причиной отказа от гипотезы неподвижного эфира являются результаты опыта Мейкельсона и его многочисленные модификации. Эти опыты не обнаружили эфирного ветра. Лоренц и Фитт-Жеральд предложили гипотезу о сокращении размеров движущихся объектов, сделав возражения против теории эфира несущественными, несостоятельными. Но позднее американские авторы Пановский и Филлипс в книге «Классическая электродинамика» теоретически рассмотрели модификацию опыта Мейкельсона, которая, по их мнению, на уровне эксперимента не подтвердила гипотезы неподвижного эфира. Так вот, уточненный анализ, проведенный мною с помощью упоминавшейся модели мироздания, основанной на гипотезе неподвижного эфира, показал полное совпадение с экспериментальными результатами всех модификаций, в частности, в тех модификаций опыта Мейкельсона, в частности, и тех, которые рассматривались Пановским и Филлипсом как опровергающие возможность существования гипотезы неподвижного эфира. Общий вывод из этого краткого сообщения может быть сделан такой. Нет никаких веских оснований для отказа от гипотезы неподвижного эфира. Более того, без использования этой гипотезы не удалось обойтись Эйнштейну, поскольку вот он свой тезис об относительности одновременности поясняет именно опираясь на эту гипотезу. Уникальные результаты, полученные с помощью модели мироздания, использующие гипотезу неувлекаемого эфира, говорят о том, что настала пора в явном виде принять эту гипотезу неподвижного эфира. Отказ от гипотезы был ошибочным. Благодарю за внимание. Подождите, пожалуйста, дайте мне сначала слово. Так, спасибо большое. Здесь я не вижу Феликса Феликсовича. Здесь вы, здесь вы. Ну, значит, вы услышали, услышали те слова, которые были сказаны про неподвижный эфир. Учтете его. Ну, и я еще там в своем докладе кое-что скажу. Так что уже начинается конфликт взглядов. Что, конечно, благоприятно для нашей атмосферы. Спасибо большое. Я хочу... Немножко времени у вас осталось. Вы сэкономили. В чем ваш вопрос? Вопрос в том, что это... Спешился здесь Владимир Павлович Ефимов. Нет такой. Вы написали статью... Это молодеточка, да? Да. Вот это в замесе. Так, ну, я прошу знакомиться в кулуарах Конгресса. Не занимая нашего времени. Благодарим. Да, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.